Друзья, Stealth 600 Dinley. Собираемся сделать вынос радиатора. Уже сняли колеса, чуть-чуть приподняли его, чтобы удобно было работать, как говорится, с внутренностями. Зачем вообще мы это стали делать? Дело в том, что радиатор у квадроциклов стоит довольно низко. И когда катаешься по полю, например, если это июль, август, уже есть зерно на поле, то оно забивает практически весь радиатор, и потом даже керхером очень сложно что-то отсюда вымыть. Также любые торчащие ветки в лесу, в овраге, вот эта защита, она практически ничего не дает. Ветка чуть покрепче, и она прошивает радиатор просто насквозь. Соответственно, очень опасно при активной езде здесь радиатору находиться, и, соответственно, будет он у нас вот здесь. Уже приобрели сам вынос, конструкцию. Радиатор будет внутри вместе с расширительным бачком. Также в комплекте идут дополнительные патрубки, хомуты, удлинители патрубков и специальные дополнительные крепления. Все покажем, все расскажем. Поехали! Для того, чтобы снять с квадрик радиатор, необходимо отвернуть специальные крепежные скобы. Вот место крепления скобы к радиатору, и вот место крепления скобы к раме квадроцикла. И, соответственно, вот эта скоба отворачивается с одной стороны, с другой стороны, и все. И он уже может быть вынут. Надо снять капот. Вот этот инструментальный ящик необходимо отвернуть, но вынимать его не обязательно. Видите, он будет вот так вот ходить, и достаточно пространства будет для того, чтобы радиатор вот так приподнять. И, соответственно, он выйдет со своих нижних крепежных мест. А вот они и нижние крепежные места. Вот одно, и вот здесь второе. Здесь просто резиновые втулочки стоят. Он просто вынимается. Так, ну а для того, чтобы его снять, он уже у меня ослаблен с обеих сторон, необходимо слить антифриз. Вот нижний патрубок. Сейчас мы его снимем, и аккуратненько в тазик сольем весь антифриз. И потом, надеюсь, что радиатор можно будет легко, ну, легко, в общем, можно будет вынуть. Потихонечку сливаем антифриз. Если открыть сейчас крышку радиатора, то, соответственно, струя будет больше, и возможно, что прольется. Поэтому мы вот так аккуратненько потерпим и сольем весь антифриз. Не вылезает радиатор вместе с расширительным бачком, поэтому открутил пару болтиков вверху и внизу. Сейчас бачок снимем и попробуем радиатор снять без него. А так не вылезает собака такая. Друзья, справа по ходу движения его не вынуть, а вот слева прекрасно вынимается, аккуратненько. Вот наш радиатор. Повторяюсь, нужно обязательно снять расширительный бачок. Он мешает там немножечко. Вот, ну, в принципе, все. Теперь можно снять защиту, вентилятор, промыть его хорошенечко и осуществлять дальнейшие действия. Радиатор на вынос крепится так же, как он и стоит на самом квадроцикле. То есть нижние вот эти резиновые крепления входят в свои ниши, в свои отверстия. И здесь по бокам тоже идет закрепление. Раз и два. Все остальное, в принципе, так же. Так, друзья, далее ставим вот эти крепежные планки. Здесь все довольно просто. Просверливаем в соответствующих местах отверстия. Здесь, вот здесь. И на противоположной стороне так же. И начинаем установку, ну, скажем так, примерку нашего выноса. Потом мы еще сделаем отверстие под патрубки. Но для начала примерочку. Все четенько здесь встало, с отверстием совпало. Здесь и на противоположной стороне точно так же. Здесь и, соответственно, так, где у нас тут. Вот здесь. Все нормально. Теперь разметка. Разметка под патрубки. Вид будет вот такой. Отверстие под патрубки очень удобно вот здесь сделать. Чуть-чуть выше капота. Вот этот под нижний. И вот этот под верхний. Итак, друзья, в принципе, мы закончили. Вот так выглядит вынос. Почти уже готовый. Он только не закреплен у меня. Но это я сделаю после того, как все облагорожу. Хомутиками проводку прикреплю. И так далее. Так. Залил уже антифриз. Заливается он, видите, заподлицо. Полный. И так же добавил практически, ну, где-то чуть-чуть больше половины в расширительный бачок. Теперь они косо стоят. Поэтому там, конечно, вот эта риска уровня, она теперь будет не совсем действительно. Открываете и смотрите, сколько там антифриза. Так. Дальше. Шланг верхний. Верхний патрубок уходит вниз прямо вот здесь. Нижний патрубок тоже. Вот вы его видите. Вот он уходит вниз. Внизу, под крылом, это выглядит вот так. Патрубки просто удлинены. Ничего сложного. Увел их специально вот за эту дугу, чтобы не мешали работе пружины. Также вот этот патрубок тоже вот здесь. Вот тут надо будет закрепить за дугу, чтобы он был прижат. Потому что он может все-таки во время движения тереться о пружину. Но это сейчас я облагорожу. Вообще ничего сложного. Так, проводку. Пришлось немного удлинить. Проводки не хватает родной для вентилятора, для питания вентилятора. Ну, здесь ничего сложного. Просто берете полметра провода. Два на 0,5 достаточно. Вот я его удлинил. Вот термомуфты. Вот они. Просто обычной скруткой. Но можно, конечно же, и на разъемы посадить. Но вот у меня скрутка и, соответственно, термомуфты. Здесь будет все в порядке. Сопельки эти вот за эту раму подвяжем. Здесь тоже ничего сложного. Так. Ну, все. Ну, где-то пару часов нам на это понадобилось. И радиатор уже находится на выносе. Так. Тут тоже надо поработать пластиковыми хомутиками. Все облагородить. Сейчас будем заводить. Понажимаем на патрубки, чтобы выгнать весь воздух. Чтобы все работало. Чтобы вентилятор отработал. И считаю, что наша работа сделана очень хорошо. Посмотрите, какое огромное свободное пространство здесь теперь. Можно даже лебедку будет немного поднять. Некоторые так делают. Ну, посмотрим. По крайней мере, ничего теперь не будет, скажем так, в опасности от веток, от зерна и так далее. Радиатор, конечно, был просто грязнючий. Сейчас, смотрите, какой беленький. Прям помыл его. Все четенько. Да, кстати, вот эта защита не встает. Родная защита не встает. Вкрепление мешается. Ну, и не нужна она, в принципе. Не знаю, что его здесь может повредить. Может, конечно, но, тем не менее, сейчас все благороднее и безопаснее. Так, ну что, заводим. Так, ну что, давайте заведем. Проверим нашу работу. Что у нас тут по температуре. Ну, на улице 10-11. Так же и, в принципе, у радиатора. Так, давайте заведем и будем смотреть, что и как греется. Так, поехали. Так. Ой. Итак, смотрим, что у нас на панели приборов. 79 градусов. Давайте посмотрим, работает ли циркуляция. Так, верхний патрубок. 66 градусов. Верхний должен быть немного более горячим, чем нижний. Смотрим. Так, выключился. 55. Вполне нормальная циркуляция. Охлаждение идет должным образом. Так, ну все, нужно дождаться отработки вентилятора. И нашу работу можно считать завершенной. Пошла отработка вентилятором. Отлично. Все четенько. Охлаждается. Все как полагается. Отработка закончилась. Охолодил до 86 градусов. Нормально. Так, ну что, время финалить. Вентилятор включился на 93 градусов. Выключился, когда охладил до 86. Циркуляция работает прекрасно. Никаких воздушных пробок. Несмотря на то, что наш радиатор теперь стоит под наклоном. Заливается антифриз у него вполне комфортно. Сюда ставите мисочку. Сюда ставите с гофрой вороночку. И заливаете до полного. И потом заливаете где-то половину в расширительный бачок. Единственное, риски, конечно, там уже будут не актуальны. Поэтому просто можно его вот так вот немножечко пошатать. Увидите, что вот здесь уровень антифриза достаточен. И все, и все хорошо. Никаких сложностей не увидел я при установке выноса. Спокойненько снимаете радиатор. Крепится он, ну, грубо говоря, на двух болтах. Внизу резинки. Вынимаете его через левое крыло. Затем удлиняете патрубки. Два отверстия. Вот они. Дополнительные, да, для патрубков удлиненных. Затем удлиняете проводку электричества, которое идет на вентилятор. Да и все, собственно. Заливаете антифриз и вперед заводите и ждете отработки вентилятора. Все симпатично. Посмотрите, сколько пространства теперь свободного внутри. Ничего не торчит. Никакой опасности для пробоя. Радиатора теперь нет. Конечно, можно его пробить и здесь. Но все-таки вероятность меньше. Так. Ну что, друзья, время прощаться. Кстати, смотрите наши другие ролики про Стелс 600 Динлик. Ну, например, у нас стоят шаровые опоры от Ниссан Микро. У нас стоят рулевые наконечники от Опель Корса. И вообще, сами тяги самодельные. Ничего сложного. У нас стоят амортизаторы от Нивы. Когда я посмотрел, сколько стоят родные, чтобы поменять у себя, я просто, ну, в общем, был в легком шоке. От Нивы, сами знаете, за 1000 рублей купили. Чуть-чуть переделали. И они прекрасно служат. Вот сейчас уже чуть больше года. Работают здорово. Все эти ролики есть на нашем канале. Ссылки оставлю в описании. Так. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, ролик был информативен и чем-то вам поможет. Пока.